там девочки мы выходим прощаемся и идем дальше мы идем сейчас к стене платья через восточный русалин почему-то мы ходим все время нам люди навстречены либо просто тут какой-то диффузное какое-то движение постоянно очень красиво мурестам построен при турках вот это дальше есть небольшая цель как Александра Невского чайку я попила бы сейчас мы посмотрим Александра Невского храм и вернемся наверно в часть восточную туда вот это церковь Александра Невского пожалуйста такая милая девушка 5 шайки или вход я могу фотографировать я зайду 5 шайки или вход и я смогу сфотографировать а это я для блога для девочек из России а также можете привет придать снимать я могу да спасибо большое мы заходим в церковь Александра Невского я так понимаю мне даю юбку можно вас попросить на минуту подержать я просто вас поснимать да нет это просто как бы а я голову да я так сказать человеку там деле не очень спасибо спасибо преобразилась преобразилась сейчас это 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 Вот. 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 Это русская церковь на территории Старого Иерусалима прямо пару сотен метров от храма Груба Господня. Это, как вы видите, рабочая модель каркаса купола храма Груба Господня. Архитекторы. Вот тут все я вам сфоткала. Остановите видео, просто почитайте. Такое светлое место. Вот такие палаты. Видимо, тут какие-то были внутренние кабинеты. Надо будет посчитать подробнее. Всего доброго. Спасибо. Сомочку присмотрели. Вот. А тут посреди улицы вдруг вот такая прикольная парикмазица. Кто-то дядьку греет. Колоритные люди, конечно. У меня все штаники присматривают. Сейчас мы идем к стене плача. Видишь, как тут все закрыто. Тут все вот эти вот дорожки. Мы сейчас идем по арабскому такому квартальчику. в сторону стены плача. Если, конечно, мы не заблудились. Вкусняшки, штучки. Крема и пусть сами себе. Ты считаешь, что Машка лучше? Нет, арабско-палестинский крем самый лучший крем в мире. Он хочет себе вот рубашку такую? Она хочет... Спасибо. Она хочет штаны. Эден хочет штаны. Где же она? А? По птичкам. Хомячки. 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 Они цветные. Хватит. Это просто птички. Это канарейки? Нет? Это канарейки. А? Нет, это альмандин. Слепровая амадина. 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 Уже все познакомилась. Это название камней у меня. Я их разводила. У меня дома они печали как мячки. Знаешь, сколько у нас таких было разноцветных? Света же дома разводила такие. Визма такие очень хорошо и вкусно покушала. Как? Ты тоже разводила? Это канарейки. Канарейки в жизни мы не разводили. У тебя были канарейки, но как-то мало. Нет, да. Знаешь почему? Нет смысла их разводить. Они пить не будут. Надо держать хорошего самца. Чтобы белое. Его жалко, когда он один. Правильно. Вот это, видите, бирюза. Вот как у Хусяра. Она такая же бирюза, как я испанский летчик. Конечно, он накрашивает. Он накрашивает. Давай продвигаться к цели. Вот мы заходим на территорию. Пока еще не заходим. Ну, сюда это уже как бы. Поворот. Поворот на стене плача. Ну, тут как-то более цивилизованно уже все выглядит. Сейчас мы будем проходить полностью. Нам будут сумки смотреть все как нужно. Но мы привыкшие. Нас это не обижает. Не обижает. Вы поворотесь уже в Films. Вárите. Не обижает. Не обижает. Не обижает. Ховошее. Не обижает уже. Не обижает в Ванне. Не обижает. В четверт. Здесь можно делать независимые и очистки. В четверту. Здесь можно посмотрим, как я золотил. Прошли проверку и теперь мы спускаемся к стене плаща наконец-то. Сегодня мало людей, потому что суббота. Иерусалинский кот. Так, все пошли в туалет. Сейчас вам сфоткаю. Вот этот несчастный кусочек стены, который остался для евреев от великого храма, построенного Иродом. Ну вот, собственно, весь сыр бур. Сверху арабы. Какой? Я закрою салям, я закрою салям, я закрою салям. А, закрою салям? Окей. А за него? Окей. Меня попросили не снимать, потому что суббота. Ну я так сейчас. Ребят, мы тут присели поесть прямо возле недалеко. Сейчас и мясо сниму. Я просто хочу сказать, что у арабов тут сели покушать. Это прямо недалеко от стены плаща. Конечно, так, судя по салатам, так бедненько. Судя по ценам, как центр вселенной. Я что сейчас снимаю? Мы сейчас покушаем, сел наберемся и пойдем к стене плаща. Там, видимо, нельзя будет фотографировать, потому что сегодня суббота. А у евреев суббота нельзя всякие такие дела. Так мы с Эдден уже записочки написали заранее. Короче говоря, я попробую сфоткать втихаря. Но если очень сильно там на меня насяду, то может быть вариант, что я не смогу вам видео снять. Ну, постарайтесь. Ну, все, как-то так. После того, как евреи подняли восстание... Это было второе восстание. Первое восстание было, когда разрушили храм. Второе восстание было в 114 году. Восстание под предводительством Барковбы. Три года евреи были в Иерусалиме. Но на четвертый год все-таки римляне оттуда их выбили, уничтожили. Полностью разрушили Иерусалим. И даже назвали его другим именем Элия Капитолина. И вот сейчас мы находимся на одной из улиц римского периода. Это Карда. Вы видите, что улица состоит из крытой колоннады. Вот то, что осталось. Мы можем посмотреть картину, как выглядела улица. И мама холодная, господи. Я запыхавшимся голосом очень красива. Не страшно, мы тебя прощаем. Видишь, как? А, вот как. Я была уверена, что мы вот так вот пройдем. Вот римляне построили. Мам, а когда римляне назвали Палестину, Палестина непосредственно? В это же время? Вот, да. То есть название Палестина образовало... После того, как они назвали имя Иерусалим или Капитолина, то сам название уже не поменялось. Они убрали название еврейское, поскольку его решили, так сказать, искоренить, и дали свое название Палестина. Вот мы сейчас находимся везде из Капитолина. Сейчас я это самое буду снимать в очередь тихоря, потому что в субботу я буду шуметь и ругаться. Вот это храмовая гора. Мы видим кусок. А, Масличная гора? И скажи... Что сказать? Гора святых, где похоронены еврейская гора. А, вижу, да, это Оливковая гора, Масличная гора Оливковая, где евреи похоронены. Это очень известное место. Мы находимся сейчас в еврейском квартале, который раньше, если во времена Гордуса, это был Верхний город, где в основном жила сама разнообразная знатия во времена Ира до Великого. То есть до разрушения храма. Отсюда, с верхнего города, к храмовой площади ввел мост. Он, конечно, разрушен римлянами, и все это разрушено. Сам, вот между... Вот вы видите, вот этот котель Гамарали, это там Девремой, это стена плача. И кажется, что храмовая гора совершенно невысокая, но это не так. На самом деле, внутри, будем говорить, под этой площадью, большое ущелье. Оно было засыпано. Оно было засыпано всеми, всеми за эти две тысячи лет. И засыпали византийцы, и засыпали красоносцы, и засыпали мусульмане. Кстати, вот там, вы видите, вот с левой стороны, ты видишь, вот это вход в мусульманский квартал. Будем просто говорить, что дома мусульманские построены на... На мусульмане, получается, не построены. В какой-то степени, да. На обломках всего этого дела за две тысячи лет. Да, да, да. Если мы говорим вообще о старом городе, то вот эта стена. Вот она стена, она окаймляет. Это у нас юг считается. Видишь, доходит туда. Вот то, что мы видим, вот эти все растопки, да, это уже строили... Тут были дворцы Аммияда. Очень красивые дворцы стояли. Но дело в том, что они не выдержали землетрясения и были разрушены. Вход вообще на храм Улую Гору, именно до времена мира до Великого, был с той стороны. Там есть, так называемые, ворота Хульды. Они сейчас, конечно, закрыты. Красивые ворота? Хульда. Нет, Хульда это была пророчица. Просто ее же называли Хульда. Пророчица Хульда. В то время она существовала такая. Вот. И вход был оттуда. Люди спускались в них подземелья, проходили и выходили на храмовую площадь снизу. Что я могу сказать? Что Ирод Веники, он еще переделал старый храм. И попросту говоря, что он сделал? Он вертушку, он разрушил все до основания, полностью установил новую площадку, достроил. И на ней он уже построил второй храм. И настолько это все было крепко, что вот сколько было землетрясений, дворцы пали, пожалуйста. А мусульманские святыни, как стояли, так и стоят. Почему? Потому что они стоят на той платформе, которую строил Ирод Великий. Ну, здесь мы просто видим золотую площадь, да? Посмотрите, внимание, ну, немало этих салаги, в принципе, площадь, это довольно большая храмовая гора. Но мы очень много разных мусульманских свят, индейских свят, все разные, у них его специальные ворота, называется, как виски. То есть, вверху, говорят, как с той стороны, золотые ворота, говорят, что когда человек умирает, в смысле не по донателям придет, то, поборись, а пересень где-то, пересень где-то не до стоят. Слушай, скажи мне, сама эта часть стены, она от моста и до конца, а вот эта вот вся часть, это что? Какая? Вот это. Секундочку. Вот храмовая площадь, и она еще идет под, то есть, дальше, включая мусульманские кварталы, до самого конца идет. То есть, просто это место застроенное, тут находятся люди живые. Мусульманские кварталы, но сама эта стена идет гораздо дальше. 60 метров это вот эти, которые... Можно молиться. Можно молиться. Но самое интересное, что здесь, вот на вот этой огромной сейчас площади, видео снимите, пожалуйста. Вот это огромная площадь, да. Был когда-то... В общем, тут была шхуна, район, где жили арабы из Марокко. То есть, Муграбин так называемый. Арабы из Марокко. И даже вот эти ворота называются Шаарага Муграбин. То есть, марокканские ворота, если переводим. Вот это, вот видишь, вот этот переход, да? Где-то отсюда можно подняться через вот эти ворота Муграбин, подняться на Храмовую гору. Ты видишь? Я не знаю, сейчас закрыто, конечно. Говорят, что она в аварийном застоянии. Может, по ней особо можно ходить. Может быть, может быть, арабы заходят на Храмовую гору. С другой стороны, через Шхемские ворота. Ну, там есть еще одни ворота. Не только есть Львины ворота, и Шхемские ворота. Здесь всего семь ворот. И через них многие можно зайти. Ну, и что я хотела сказать? Я хотела сказать, что во время до войны за независимость у евреев где-то было, ну, максимум три метра. Три метра, ага. От стены до вот этого вот квартала арабов. И в результате невозможно было туда приходить, молиться. Их там оскорбляли, не давали им места и все такое прочее. Когда в 67-м году израильтяне захватили Храмовую гору, то они очистили эту площадь. То есть, попросту говоря, выгнали всех марокканских арабов и построили вот эту вот площадь перед Храмовой стеной. А ворота так и остались, в воротам у гроби. Ну, и, конечно, ключи от Храмовой площади Мошадаян передал арабскому совету, который называется ВАК. То есть, попросту говоря, хотя это считается наша территория, будем говорить, так как Израиль ее захватил, но с точки зрения духовности мы передали эти ключи, они там пользуются, они молятся. Но если вдруг какие-то безобразия происходят на Храмовой горе, то у нас есть, пожалуйста, пограничники, которые могут войти прямо на Храмовую площадь и навести там порядок. Значит, что у нас есть на Храмовой площади, интересно. Оно, это то, что я говорила. Это вот купол над скалой, вот он находится. И мечеть Аль-Акса, ты видишь, да? Самое интересное, что были, конечно, столкновения, в каком смысле. Дело в том, что понятно, что раз это струн и родили, то есть мы хотим доказать, что это именно тут стоял на храм израильский. Поэтому, конечно, раскопки мы не можем делать под святынями этими. Но самое интересное, что они начали копать. И то, что они начали копать, они хотели сделать мечеть, под мечеть Аль-Акса, и хотели сделать еще одну мечеть. И то, что они выкапывали, они попросту выбрасывали на свалку. А ведь там огромное количество артефактов, самых разнообразных, потому что нельзя. Вот, например, даже сделали, например, такую станцию, вот там, с той стороны, на востоке, что вот этот мусор, который они выбрасывали, его и начинали просеивать. И брали студентов, специально, метнодвинка, как это сказать, добровольцев, добровольцев, которые помогали просеивать этот мусор, там находили огромное количество монет того периода, самая разнообразная керамика. Да, это же, грубо говоря, Христа, ну, как бы. Нет, это до Христианства. Конечно, это до Христианства. Ирод Великий умер в четвертом году до новой эры. Вполне веро, до сих пор точно не ясно, когда родился Иисус. Он родился или в шестом веке до новой эры, или в шестом году до нашей эры. Или в шестом году после. Но в любом случае, самая Ирод родился, умер в четвертом году до новой эры. Но ему приписывают, якобы, что, как перед тем, как он умер, он убивал христианских младицей. Ну, это вымысел, это легенда. Ну, понятно. Он не мог выбивать младицам, потому что христианс очень не было. Знаменитый писатель еврейский, Иосиф Лавий, то есть, вообще-то, он был Матитиагу, Иосифа Матитиагу. Он настолько ненавидел Ирода Великого, что он считал, что он ставлен не кремлян. Он все о грехе, все грехи, можно говорить, все нехорошие действия, которые он совершил, он все писал в свои книги «Удейские гревности» и «Удейская война». Но, вот, именно это он не описал, поскольку этого не было. То есть, всю фигню он вынул, а раз это не вынул, значит, и не было столь. Такое, ну, это смешно. Это очень похоже, между прочим, когда родился Моисей, так то же самое было. То есть, будем говорить, фараон и искал всех младенцев еврейского происхождения, чтобы их убить. Очень похоже. То же самое было, между прочим, с Аргоном Великим. То же самое. Вообще, со многим. Короче, повторяющаяся, постоянно история вы нашли. Да, да, да. Ну что, спустимся туда? Да. Мы вышли через мусорные ворота, так они называются. Прямо стена плача, вот еще видно, вот отсюда, вот кусочек. Это южная стена. Южная стена. Южная стена храмовой горы. С той стороны, именно, которая напротив мусульманских районов, находятся золотые ворота. Сейчас они закрыты. Самое интересное, что золотые ворота играют роль во всех трех религиях. Например, евреи считают, что через эти ворота придет Мессия. Христиане считают, что через эти ворота Мессия уже приходил. То есть, Иисус въехал в город на белом осле. А мусульмане считают так, как евреи. А ворота я должна объяснить за, вот туда, назад и, да, правильно говорю? Да, да, да. С той стороны. С той стороны. Мы туда не можем бывать. Те золотые ворота, это ворота Рахамин. Те ворота, из которых выпускали козла, да, Лезазель, значит, козла и приносили его в жертву духу пустыни. То есть, на него козел отпущения, на него укладывали все грехи. И отпускали его раз и раз в гости. Это те самые ворота. Потом они стали называться золотыми воротами. Где-то с той стороны, да. Мусульмане считают так, как и евреи. И это очень интересно. Они считают, что через эти ворота придет Машеях, то есть, Мессия, и все воскреснут. А воскреснут, особенно вот эта вот Масличная гора, Масличная, вот эта вот вся часть, это самое крутое кладбище VIP, они воскреснут первое. И они воскреснут, поэтому что они сделали, чтобы это предотвратить? Они прямо под самыми золотыми воротами сделали мусульманское кладбище и похоронили там с полным вооружением своих солдат. И в результате они посчитали так, что когда воскреснут все, евреи, и эти, то, конечно, солдаты сразу ставят, но с оружием и всех бьют. и не дадут вороты. А, и закупорили тоже ворота, они же законсервировались. закупорили раз, и кроме того, еще мусульманское кладбище, я сказала, это как, дело в том, что евреям нельзя входить на кладбище, вообще, мошеноку, нельзя через кладбище проходить. И кроме того, еще и вооружение, вот это руна, вот это я понимаю. С тем же, чтобы просто уничтожить, так сказать, всех воскрешек. Мам, напомни, вот это вот, что у нас сверху торчит за... Это русская свеча, это монастырь, здесь находится, кроме того, капелла Вознесения, то место, откуда Иисус вознесся. И, кстати, тоже есть камень и след на этом камне показывают. Ага. Все, пошли дальше. Это где колокола сейчас? Это вот это. Вот Дормецион. Извините. Это страшно. Дормецион. Вот Сионская гора. Дормецион и церковь Петушиного Крека. Это откуда колокольный звон? Чувак. Убили меня, не знаю. Это, наверное, церковь Христа. Это самого... Грузинская церковь Христа. И где-то здесь, чуть дальше, находится вышелший парламент. Знаешь, в смысле? Вот так мы сейчас пойдем вниз, и у нас будут шикарные виды. Идем. А зачем нам парламент? Мы нашим правительством недовольны. Ой, какой же ты страшный. Страшненький котик. Слушай, Дуня, может, угостим его? Она же с тобой есть. Да? Подожди, на, угостить. Надо, чтобы он помянул нашего котеночка. Иди, пай, маленький, иди тебе угостим мясом арабским. На. Не, кинем он, он так по-моему. Кушает? Это тебе от нашего карапучила. Кушает? Эх, они ухали коль. Страшный как здесь, а? Раненый какой-то. сегодня у него на обед шашлык, шуварма, шашлык из курятины и шуварма. вот пока тут котик кушает, а мы отошли и вдруг увидели тут. Смотрите, какие розы. Вообще, улет какой. не видно, но они огромные просто. Они, наверное, с тарелку каждый. Мы идем, ну, на сады, на розы. Кто-то выращивает, наверное, так для себя просто. Не заметила. Супер. Мы так медленно продвигаемся пешком к Явским воротам, там где у нас машина. Короче, это шотландская церковь, а под ней гиена огненная. Да. Или гейном на иврите. То есть, долина, долина. в которой язычники приносили в жертву своих детей. Вот в этом ущелье. Молоко пропускали детей через огонь. Потом это запретили при иудаизме и сжигали всякий здесь мусор и так далее. И поддерживали огонь все время. Поэтому здесь все время огонь и назвали ее гейном. То есть, гейна огненная типа ада. А слова гейном это гайнома? Или что? Это гейном, это долина сыновей бней генома. Сыновей генома. То есть, это человек его назвали гейном. Сыновей бней долина сыновей генома. А почему по-русски это стало гиена? Послушай, дело в том, что слово гай на иврите это ущелье. Яр Гай слово отсюда гейном гейном или гиена огненная. Короче, они тут всеми, что жгли, то детей, то мусор. Хорошее место, полезное. которые перешли в русский язык, они все отсюда. Все ведутся цветом. Смотри, а бараны даже не знают, что они в гиене огненной траву хавают. Вот ужас. Да. Красивый цвет у них. А это при язычниках, да, сжигали? А потом и евреи запретили это дело. Да, но все равно здесь горел всякий мусор и огонь горел все время. Короче, жуткое место. Пошли отсюда. энергетика пяса. Энергетика говно. Но, между прочим, здесь могилы и здесь нашли могилы периода. А где? В ущелье там могилы? Вот, видишь, вот эти скалы, да? Да. Скалы. Вот там находятся ниши вырубленные могилы. И самое интересное, там даже есть открытые могилы. То есть есть места, очевидно, или какая-то эпидемия была, или что. Прямо людей вот так, штабелярные клали. До сих пор это можно посмотреть? Да. Это можно посмотреть. Тут нашли, между прочим, золотой свиток. Все-таки я обманываю. Медный свиток нашли. Так как приятно, да, вот людям, которые живут в домах вот выше. Да, там полно могил в этих я ходила там. Это ты захлоняешь кладбище? Отойди. Ты видишь эти дырки, да? Видишь? Дырки. Можно вот так вот идти, придешь прямо в арабский клал. Да, я вижу дырки. Вот они. То есть там сейчас кости просто навалены, как я понимаю. Да. Если их не растащили, не разграбили, не съели. Все, короче, мне тут не нравится. Пошли. Варона, поехали с нами в Петахтийку. Варона. Я первая себя в комплекте. Каркуша. Вау! Аня, она уже еще халом все дала. Эдин говорит, она сейчас на тебя покакает. И точно. Так она и сделала. Какое безобразие. КОНЕЦ КОНЕЦ